МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Максим Юн, я боец ССБ, и в составе сборной России я являюсь неоднократным чемпионом мира. Мы крутые, у нас получается. Как мне рассказали в прошлом выпуске, мой друг Алексей рассказал вам про то, что такое алибарда. Вау-эффект! Про то, какая она здоровая, классная, сокрушительная, и почему стоит выбирать ее. К сожалению, большинство новичков, которые приходят в наш спорт, даже не смотрят в сторону одноручного оружия, в сторону мечей или сабель. Существует миф, что одноручное оружие не работает, что по-настоящему повредить человека им нельзя. Это все неправда. Это очень опасное оружие. Также нюанс лишь в том, что освоить по-настоящему сильный удар одноручным оружием с саблями, мечами и фальшонами сложнее, чем алибардой. И сегодня мы вам покажем, как сделать удар одноручным оружием эффективным, по-настоящему опасным. Я вижу этот огонек в твоих глазах с диски, и сейчас я хочу, чтобы зритель это тоже уловил и кайфанул. У меня в руке сабля. В чем отличие сабли от алибарды? Когда вы бьете человека алибарды по голове, он сразу тухнет. Даже не успевает понять, что с ним произошло. Сабля заставляет человека страдать. Когда ты бьешь его по спине, бьешь его по голеням, по рукам, по каким-то слабо защищенным местам, с каждым ударом он получает свою порцию боли и страдания. Сегодня со мной здесь два моих друга. Они пока не очень хорошо бьют. Постараемся это исправить, посмотрим на их ошибки. Потому что ошибки в основном у всех одни и те же. Исправим их, и к концу вечера они наконец научатся плохому. Ну и пока мы не начали, подписывайтесь на канал. Здесь точно будет интересно. Также в комментариях напишите, что вы думаете по теме этого ролика. Согласны ли вы со мной, что сабля, ничьи, одноручное оружие незаслуженно забыты? Или мне это просто кажется? Или наоборот, нужно всем уже давно отказаться от этих зубочисток, взять в руки большие топоры и мочить друг друга насмерть ими. Вперед! Меня зовут Женя. Меня зовут Саша. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть, насколько у нас получится бить сильно. Потому что, ну, Женя занимается этим спортом, которым занимается Макс. А я занимаюсь условно смежным видом спорта, в котором нет задачи ударить сильно. Абсолютно. Есть задача ударить по противнику быстро и не дать ударить по себе. Поэтому вроде как я бить умею, но на самом деле нет. Когда я беру дворучное что-то, там интуитивно понятно, какие мышцы надо задействовать. А когда одноручное, вообще непонятно, как ударить так, чтобы передать как бы вес. Вы вообще любите и доставлять людям боль? Ну, все зависит от ситуации. Не, в целом, конечно, бить людей весело и задорно. Да, я надеюсь, что к концу ролика у нас получится бить сильно. Когда Максим давал нам интервью, он был такой весняшка, ромашка и говорил, что он не любит насилие, а любит цветочки, и он был любовь. Как думаешь, в чем его секрет? Мне кажется, он стеснительный, а в душе всех ненавидит и бьет. Как только может. Сегодня Женя около туалета рассказал мне, что он немножечко орг. Ну, если представить, что Женя орг, во-первых, из какой вселенной орг? Вархаммер. Из Вархаммера? Ну, туда однозначно я не крон. Я не знаю, кто в теме, тот поймет. Смотри. Сейчас у нас четыре клинка, то ли иной модификации. Самый простой, примитивный, это не реконструкция, это просто спортивный снаряд. Меч состоит из клинка и эфеса. Эфес состоит из рукояти, из гарды. В данном случае это гарды в виде перекрестия. И навершия. Часто его еще ошибочно называют яблоком, но это сленг. Отличаются они в первую очередь в точке равновесия между рукоятью и клинком. Так устроено, что чем эта точка баланса ближе к рукояти, тем им проще управлять. Достигается это за счет размеров навершия вот этой вот части и размеров клинка. У этого клинка точка баланса достаточно близко, им управлять очень легко. Это достигается за счет достаточно массивного навершия. Этот клинок уже тяжелее остальных, он самый тяжелый. Но, как вы видите, точка баланса у него уже достаточно далеко от гарды. Им управлять сложнее, чем предыдущими, но если вы достаточно сильный, то будет нормально. Это сабля. Особенность сабли в том, что у нее нет навершия, как вы видите. Это всего лишь стальной стаканчик, который практически ничего не весит. И небольшое расширение последней части клинка, так называемая елмань. Поэтому точка баланса у нее дальше, чем у всех остальных клинков. Сабля оружия особенно, несмотря на то, что она легче, чем предыдущий клинок. Она весит где-то 1,350 кг. Точка баланса у нее настолько далеко, что масса, помноженная на точку баланса, создает эффект более разрушительный, чем у предыдущего клинка, который тяжелее. Соответственно, из-за отсутствия навершия управлять саблей уже гораздо сложнее, потому что вам требуется достаточно сильный предплечья и кисть. Но удар будет гораздо более сокрушительный. Так, хорошо, мы приступим и дадим парням для начала вот этот клинок, как я уже сказал, он самый простой в управлении. Им будет его достаточно. Любой другой, скорее всего, будет избыточен просто по физическим характеристикам парням. Сначала мы посмотрим, как они делают это сейчас. Дадим им просто побить без каких-либо советов. Дальше мы перейдем к блоку подводящих упражнений, упражнения, которые помогают проработать определенные группы мышц. И потом мы вернемся еще раз к балде, и я думаю, что после этого удар станет значительно лучше. Окей, Сань, как я тебе говорил, давай просто для понимания, нанеси пять ударов в правосторонней стойке, пять ударов в левосторонней. Ага, хорош. Меняй стойку. Хорош, достаточно. Жень, давай. Ага, меняй стойку. Я обратил твое внимание, Сань, что когда ты стойку поменял, у тебя правая нога стала позади, удар стал чуть сильнее. Почему? Потому что у тебя, ну, естественным образом начала включаться правая нога. Она у тебя начала выходить на носок, толкать бедро и переходить в клинок. Удар усилился. Все то же самое у тебя должно быть, когда ты бьешь и правосторонней стойки. В том случае, когда ты бьешь правосторонней стойки, выглядит вот так. Чтобы удар был сильным, тебе нужно точно так же, как и в предыдущей стойке, включать бедро. Включается оно так же, подворачиваешь бедро в сторону удара. И оба, кстати, вам нужно занесить стойку, потому что полусогнутые ноги – это ноги заряженные. Закручиваем корпус, отводим плечо. Все, чувствуем вот это все напряжение. И, как любой удар, он начинается, разумеется, с ноги. Первым делом летит нога, голень не крат, толкали бедро. Они за собой тянули корпус, дальше вылетало плечо. И потом входил клинок. Как любому единоборству, если ты хочешь нанести сильный удар, тебе нужно бить не в точку касания, а вглубь. Мы бьем не сюда, мы на самом деле бьем сюда, через вот эту сторону. Соответственно, все то же самое работает для левосторонней стойки. Там, естественным образом, получается лучше за счет того, что вот этот толчок, он более естественный для человека с дальней ноги. Жень, у тебя еще была такая особенность. У тебя идет удар, вот замах вот отсюда. Такими круговыми движениями бил. Сейчас попробует стартовать руку с плеча. То есть она либо лежит здесь, либо она подвешена вот здесь. Но вот она точно не вот так, а по сути ты бросаешься прямо. Сейчас я обращал особое внимание парней на ноги. Следующий компонент это движение корпуса. Идет удар, мы запускаем бедро. Вот, за счет силы. Теперь включается корпус, он как бы перехватывает эстафету эту волну, запускает дальше плечо вперед. И тут включается рука. На самом деле рука не бьет. Вы бьете только ногой и корпусом. Вся задача руки в нужный момент стать достаточно жестким, чтобы эту энергию передать. Потому что сам по себе удар рукой вот такой, силы нет. В принципе, рука достаточно слабая. Я имею в виду по сравнению с другими группами мышц. Они достаточно маленькие. Рука может устать. Долгая битва, рука устала. Но даже тогда вы можете бить достаточно сильно. В таком случае мы просто перенаправляем энергию из ног сразу в локоть. Таким примерно образом. Сильный удар, без участия руки. Ты такое классное движение делал. Ты очень быстро лупил по этой штуке. Прямо сутки. А ты можешь показать это? Так, как я сказал, энергия из ног переходит в корпус. Это значит, что отдельно корпуса нам тоже нужно уметь бить. Бывают ситуации, когда противники, не знаю, держат вам ноги. Ну, если мы говорим про массовые бои. Че ты за***лся? Бывают ситуации, когда у вас ноги там держат противники или в песке, завязли. Вам все равно нужно сильно ударить. Блять, что-то так. Вот, да, да. Можно немножечко вопрос в сторону? А как вот после боя? То есть ты прям приходишь, как средневековый лицарь, опадаешь? Слушай, обычно после воскресной тренировки я прихожу домой и сплю часа четыре. Короче, сейчас мы научим парней, как включать в работу только корпус. Садитесь на жопу вниз. Таким образом мы выключили из процесса ноги. Ну, и просто для разогрева. Руки в подбородку подтянули. И начинаем вот такие качели корпусом. Смотрим вперед, смотрим на противника. Нам все еще нужно дарить чек, но мы не можем совершить толчок ногами. Поэтому мы совершаем толчок корпусом. Ты корпусом посылаешь тело вперед, и когда оно переходит, ну, некую там черту, тело уже не может двигаться больше вперед, ты дотягиваешься рукой. Руки поставили сюда. Представим, что у нас камень где-то в районе плеча. Толкаем плечом, в конце провожаем рукой. Максим, а почему вот Женя, я наблюдаю со стороны, и его стиль настолько такой флегматичный? Психологическая особенность, он человек очень плавный. То есть, ему не хватает этого момента взрыва. Когда он бил по балде, даже в те моменты, когда он делал все правильно, он делал это плавно. Ну, вот особенность характер, наверное. Локти не разбрасываются. Очень важно это. В принципе, в любом единоборстве, если вы разбрасываете ваши локти во время удара, вы тем самым атаку обнажаете, ее видно. Как клинок, так и рука должны идти по прямой. У нас запрещены уколы, но очевидно, что укол менее заметен, чем удар. Некоторые вещи очень тяжело понять до того, как ты их попробуешь. Вот сейчас, чтобы вы это движение поняли, попробуем поиграть с мячом. Теперь то, о чем я тебе говорил. Словил мяч. Качнул, пустил его плечом, и в конце провожаешь руку. Этот мяч, по-моему, весит около 5 килограмм. Когда вы ловите мяч, компенсируйте качелями назад. Ну, вы музыку наложите красивую. Ну, на самом деле, разумеется, они за один раз это вряд ли усвоят. Но это просто упражнение, которое нужно делать, и оно поможет. Все, хорош, прекратили. Во время кидания мяча было сказано, что у тебя какой-то плавный стиль. На самом деле, как-то мышцами очень сложно резко начать действовать. Просто получается более-менее плавно. Плавность в данном случае, это не так уж и плохо. Если Женя сможет этот стиль подстроить под соперника, и попадать плавно, но вовремя, то это только, знаете, больше озадачит его соперник. Наверное, один из самых сильных плавных ударов, что я видел. В общем, еще пару упражнений, которые так или иначе включат некоторые группы мышц. Руки и кор в основном. Движение подсмотрено у борцов и дзюдоистов. Они сейчас посмотрят видео. Опять же, мой тренер по борьбе скажет, что я все делаю неправильно. Но, тем не менее. Тянем резинку и до полного распрямления руки. Смотрим в ту сторону, куда ее вытягиваем. И, на самом деле, для обеих рук. Просто для... Смотря на то, что бьем только право, для общего развития тела, потому что это большая проблема единоборств фехтовальщиков. Не симметрично развитое тело от этого. Потом проблемы могут быть со здоровьем, с поясницей. Ну, с чем угодно. Тут стоит тоже добавить работу ног небольшую. Лучше создай, Саня, большее напряжение. Просто движение начинай с микро-шага в сторону. Рыку распрямляй полностью. Женя, поехали. Еще пару раз и поменяй руку. По сути, здесь можно сделать любое упражнение. Сейчас мы будем отрабатывать как бы удар вниз, удар в ногу. Позиция та же. Достаточно сильно натягиваем. И теперь не за счет руки, а за счет корпуса тянем правую руку к левому колену. Если стало легко, натягиваем сильнее. Саня делал с некоторой ошибкой. То есть, с поставленной задачей он справлялся. Кулак касался колена. Но это было таким образом. Видите, где локоть? Это движение происходит не за счет движения корпусом, а за счет работы грудной мышцы. Вот это движение, это работа грудной мышцы в чистом виде. Я сейчас требую другого. Мы привязываем, привязываем локоть к тазу. Если вы не можете держать его здесь, то почему бы и нет, действительно можете просто привязать веревкой. И из этого положения вы тянете корпусом кулак к ноге. Таким образом. И вот сейчас напрягается и работает уже корпус. Таким образом. Чувствуешь мощь? Слушайте, на самом деле очень неплохой результат. Я даже удивлен, что за полтора часа мы в целом... Ну, уже появился удар. Классно. Я думаю, что если вы потом увидите видео до и видео после, то будет прям наглядно видна разница. Кстати, одна вещь, о которой я хотел сказать, но забыл. Но Саня ее как-то сам интуитивно почувствовал. Он отошел подальше от балды. Тем самым ударство приходится не на эту часть, а на вот эту. Вот это самая сильная часть клинка. Если вы хотите человеку ударить по-настоящему сильно, бейте его последней четвертью, последней третью. Главное, чтобы теперь меня в моем основном виде спорта не начали. Зачем ты так бьешь? Мы же не для этого здесь собрались. Когда ты бил по этой штуке силой, что ты чувствовал? Легкое возбуждение было, да? Да, возбуждение было. А не видно? Это работа сложная координационная, и я почувствовал удовлетворение от того, что я смог соединить отдельные элементы движения в единое целое. У-ху! Лучше. Не смазывай удар вот сюда. Гиперин туда, вглубь. Вот через эту точку, вон туда. Поменяй стойку. Так же плавно, но уже лучше, да? У тебя сейчас горизонт, это самая большая, пожалуй, проблема. Из-за того, что у тебя клинок идет не в горизонт, он как-то так вот соскальзывает в небо. Вот еще раз, сделай пять, но каждый вдумчиво. Слушайте, ну здорово, мне нравится, я доволен. Чувствуется удар как таковой. Представляешь, как вот мы с этой штуки карачатся твои руки? Да не особо. Мне кажется, Женя просто не воинствующий теоретик. Ему просто нравится, как это работает. Сегодня мы научили ребят сильно бить, но это всего лишь один из компонентов боя, но без самого боя обойтись не может, поэтому сейчас у нас будет поединок между красным некромантом и голубым морковым. Не стой на магашку. Кстати, мы сейчас видим, что затяжные плавные атаки Жени, они все-таки находят свои цели. Потому что он двигается совершенно в другой скорости, в другом режиме, чем Саша. Слушай, смотри, Женя, как мы уже отметили, очень плавно, поэтому и прочтем будет работать скачки назад, резкие скачки вперед, уходы в сторону, потому что к своей плавности ему будет тяжело переключиться, ему тяжело работать в рыванном режиме. Но втажем, когда ты устал, и он дошел на свою дистанцию, он тебя будет разрубать вот так. Просто резкий скачок назад, уход за спину, смена вот этого все. Так работаю, и одиночными ударами. То есть рвать темпы ему будет прям тяжело, это не его тема. В серию не зарубайся, тебе тяжело удается пока. Руки подними, чтобы дышать. Просто я намного больше двигаюсь, мне приходится рвать дистанцию, уходить как-то, потому что он идет просто вперед, и идет. Я просто не хочу получать. Это вроде как не больно, но жутко обидно. Поэтому сейчас попробую вообще не дать по себе попасть. Ну правильно мы понимаем, что ты слабый, да? Да, да, я дрищ, да. Самый сильный здесь, вон, Максим Петрович. Саня действовал рывками, что, ну, что хорошо, на самом деле. Но Женя, он вот в этой своей плавности абсолютно неотвратимый. Он в одном и том же режиме, не повышая, не снижая темпа, ну, действует как паровоз. Если поначалу Саня был очевидно успешнее, то когда у Сани начали силы подзываться, у Жени, в принципе, все тот же ровный, неспешный, но эффективный темп. Разумеется, против такого стиля тоже есть какие-то контрмеры. Я их уже Саня сказал, что ему стоит делать. Ну, а тебе в свою очередь нужно гнуть свою линию. То есть стараться его загнать в угол, не давать ему особо маневрировать. И дистанция, твой друг, тебе нужно держать его так, чтобы у него за спиной не было много места, чтобы он не мог сильно разорвать дистанцию. Ну, на то он и бой, будет интересно. Женя, не зависай на одной дистанции. Проверяй на две периоды. На самом деле второй раунд получился более осмысленный. Саня, я думаю, во втором раунде был более успешен, потому что старался поддерживать дистанцию, бить некими, знаете, короткими сериями по один-два удара. Но это все было успешно на короткой дистанции. Этот раунд был около 40 секунд. Если бы бой продолжался больше, то при нынешнем уровне выносливости к концу первой минуты Саня бы не смог так активно передвигаться. И, возможно, его бы тогда уже не настиг. Поэтому это еще раз говорит о том, что очень важна стратегия на бой, исходя из тайминга, сколько раунд длится. На самом деле, ну то, что Макс мне сказал, что нужно просто разрывать дистанцию, дистанцию и больше двигаться. Хема, вот, то, чем я занимаюсь, у нас бой идет до одного удара. То есть я обманул противника, попал, все, стоп-бой, у меня очко. Тут я, по-моему, могу 10 раз попасть. Это толком ничего не даст, если он так же по мне будет попадать. Поэтому мне нужно... Ну, я не привык настолько экономить силы вот в таких боях. Я сам себя утомил. Да, выносливость в этом виде спорта, она очень нужна. Если от тебя отбегает человек, то не стоит за ним так же бежать. Вот что я, как правило, такой же стратегии придерживаюсь. Он сам потом устанет и подойдет. Итак, мячие девочки. Да, кто-то должен эту тему начать. Занятие, избы, это вообще любым видом спорта, на самом деле. Ну и вот таким вот, с мячом. На старте никак не поможет вам заклеить девочку. Вот вообще никак, на самом деле. Но, занимавшись какое-то время, в целом подтянете свой физо до очень хорошего уровня. Вот Макс говорит, что может мяч этот час перекидывать. Ребята, я херею мяч перекидывать этот час. Подтянете свой физо до очень высокого уровня. И вот это 100% поможет вам заклеить девочек. Так, Макс, твой комментарий. Ну я действительно мог час перебрасывать. Целью сегодняшнего видео было показать, что меч это действительно опасное оружие и что незаслуженно оно игнорируется сейчас в ВСБ. Особенно у новичков. Буквально за полтора часа мы улучшили удары у Сани и у Жени. В принципе, показали упражнения, которые, если вы будете регулярно делать, они улучшат ваш удар. И я надеюсь, что рано или поздно поверите в свой удар и бои перестанут быть такими умылыми. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам это было полезно. Пишите в комментариях, что было бы еще интересно. Может быть, мы тему одноручного оружия раскрыли не до конца. Всем спасибо. Счастливо. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мечи.